всем привет на связи айти дистрикт и сегодняшнее видео я хотел бы поговорить с вами про android разработку примерно полгода назад у меня на канале вышло видео что должен знать android разработчики там я рассказал что вы должны изучать с самого нуля но мое мировоззрение немножко изменилось да я решил немножко дополнить тут тот список скиллов которыми вы должны обладать для того чтобы успешно создавать мобильные приложения под система под систему android и в сегодняшнем видео я хотел бы дополнить скиллы которые вам будут необходимы итак поехали если вы хотите научиться разрабатывать мобильные приложения под систему android и сделать это своей профессией и выучиться правильно оперативно и получить те самые правильные навыки то я вас приглашаю на личное обучение есть стандартная схема обучения если более бюджетные варианты но если для вашего бизнеса вам необходимо на мобильное приложение или в целом нужно мобильное приложение то вы можете оставить свою заявку я с вами проконсультирую и решим и посмотрим что можно сделать для вашего бизнеса я смогу выполнить разработку мобильного приложения на заказ именно для вас при этом существует возможность рассрочки оплаты мобильного приложения все ссылочки для связи со мной есть в описании большая проблема состоит в том что с самого начала на курсах не изучаются те скиллы про которые я буду говорить сегодня да но и по и стороны может быть это сложно изучать сначала но это все-таки стоит изучать потому что если вы это будете изучать потом на более среднем уровне то получится так что вы вам придется переписывать свое мобильное приложение которое вы писали после изучения основ или при изучении основ то есть ну все знаем что самое лучшее лучше обучение это практика поэтому я вам расскажу сегодня о том что стоит изучать в принципе даже самого начала во первых вы должны изучить изучить архитектуру да это сложно да это взорвет мозг но вы должны ее изучить чтобы правильно составить свое мобильное приложение и самым популярным паттерном архитектуры является mvvm обязательно загуглите это изучите это также в конце дам ссылку на курс где я это изучал это не реферальная ссылка я с этой ссылке ничего зарабатывать не буду я просто вам вам ссылку на курс который я купил на udemy и в которую я прошел этот паттерн то есть архитектура тесно работает с такими базами как mysql использует фреймворк retrofit который позволяет работать с вебами с базой данных mysql также работает с локальной базой данных о которой мы поговорим чуть позднее и также работает с таким подходом как view модуль live data и корутины про которые я рассказывал еще в прошлом видео что подразумевает под себе этот паттерн этот паттерн подразумевает что вы свое мобильное приложение делите на три слоя data domain и presenter то есть в слое data вы работаете с базой данных суть заключается в том что например у нас приложение для интернет-магазина да и из это приложение загружаются данные сервера это магазина о наличии товара наличие остатков и вроде как совет такой совет дается разработчикам что ваше приложение не должно напрямую работать с глобальной базы данным mysql она должна работать с локальной базы данных на прошлом видео я вам рассказал что нужно изучать базу данных SQLite но теперь не нужно это делать изучайте базу данных room которая работает поверх этой базы данных SQLite по факту там же тот же SQLite но его это по базу данных это база данных более высокого уровня она она более простая в освоении более современная и она работает именно вот по этому паттерну mvvm в общем вы должны в слое data взять данные из mysql получить и засунуть их в базу данных room также вы должны там прописать в репозитории после миграции все эти методы которые будут работать с базой данных room то есть создание обновления получения выпустим получения по определенным параметрам то есть по запросам получения также удаление элемента и очистка полная когда вы все это сделали вы должны передать эти данные через интерфейс вы должны передать эти данные слой посредник дома и из этого слова и слоя посредника domain вы должны передать эти данные потом только в презентер где за которым находятся все ваши activity то есть экраны и вы должны например напрямую передать это все не напрямую в activity а передать во view model это следующий пункт в моем видео вы должны обязательно изучить view model view model это такой класс в котором происходит вся магия вся ваша бизнес логика и только результат обработки вашей бизнес логики попадает в activity если вы вы его в модуле используется используйте какой-то класс а в данном случае мы будем класс репозитория использовать которой в котором мы описали все что должно происходить базе данных room то есть локальной базе данных где должно где мы прописали все вот эти методы обработки создания обновления все в этом случае мы должны не просто передавать view model мы должны передавать фабрику фабрику то есть это отдельный класс но с этим вы познакомитесь когда будете изучать в моду если вы их вам сложно это все вы хотите чтобы я вас научил мне есть специальный курс на котором я работаю один на один с каждым и это не было обучение в группе это индивидуальное обучение так что ссылки все на меня будут описание ссылка на курс будет также в описании и вы проводите всю эту магию и уже в самом activity в вашем экране вы должны передать view model вы должны передать view model вы должны фабрику под view model передать вы должны передать репозиторий в котором все эти методы по работе с локальной базой написаны вы должны передать интерфейс вашей локальной базы данных room и вы должны передать класс самой базы данных room как вы видите очень много действий нужно делать но для того чтобы все это не передавать разработчиками было были придуманы специальные фреймворки для инъекций зависимости то есть для того чтобы все это не передавать уменьшить код и упростить код и тем самым ул улучшить тестирование вашего мобильного приложения было придуман подход инъекция зависимости а в таком фреймворке одном я рассказывал на прошлом уроке это даггер но проблема даггера в том что он большой его он сложен в изучении он сложен во внедрении то есть нужно обладать большим багажом знаний что правильно его внедрить но использовав давайте начистоту вы в основной своей массе вы скорее всего будете разрабатывать небольшие приложения для салонов красоты возможно для пекарни и для магазинов и скорее всего вы будете его делать с нуля и скорее всего вы будете на 90 процентов и уверен вы будете вы делать на котлине использовать таких проектах даггер это тоже самое что стрелять по воробьям с базуки в данном случае я вам советую использовать фреймворк coin и этот следующий пункт изучите фреймворк coin он очень прост во внедрении там все очень просто вы буквально создаете класс в этом классе вы создаете переменную модуль и ну по переменную под модуль да и указываете что зачем должно у вас как бы инициализироваться да и просто передаете там вы расширяете класс еще applications и просто в активе передаете ваш этот модуль и все ну то есть но это более я урезана очень можно сказать ни о чем рассказал по поводу того койна да там надо нужно разбираться но опять же нужна будет помощь пишите я с вами поработаю нужен и ввм нужен view модуль свою модулом работает еще также одна технология life data технология которая позволяет упростить работу жизненным циклом активе теле фрагментов но скорее всего у вас activity будет жизненным циклом activity и позволяет в формате в живом формате в режиме онлайн получать обновленные данные мы сказали что нам нужен mvvm нам нужна база данных москвей нам нужен нужна нужен фреймворк retrofit нам нужен на база данных локальная room нам нужен нам нужен view модуль нам нужно изучить live data и для того чтобы это все долго не работало а шло параллельно друг другу то есть в параллельных потоках нам нужно разбивать весь наш функционал на параллельные потоки для этого мы должны использовать карутины которые заменили rx java то есть используем карутины и кажется по моему прошлом видео я рассказывал про карутины в общем загуглите также все есть это далее я хотел бы с вами поговорить про такие операции как авторизация регистрация пользователя ваше мобильном приложении вам нужно она называется аутентификация вам нужно изучить это причем за изучить как это все работает с облачной базой данных firebase используйте еще эту базу данных и как работает приложение там все очень просто все понятно также изучаете это и также последний пункт в моем топик что нужно изучить по технологиям это ворк-менеджер это такая технология которая позволяет делать какие-то операции даже тогда когда ваше приложение не используется то есть вы например можете во ворк-менеджер и фоновом режиме загружать остатки товара со склада ну и в общем такие вот туда здесь запускается именно процесс загрузки какой-то информации фоновом режиме в общем вот вот такие мои рекомендации по изучению разработки android приложений это очень важная важный список используйте coin если вы на кофе не пишите используйте coin меньше будут головной боли у вас используйте базу mysql и retrofit room firebase карутины view модуль live data work manager в общем такие мои рекомендации если видео понравилось ставим лайк подписывайтесь на канал если хотите чтобы я вас лично обучал то также свяжитесь со мной все ссылки для этого есть в описании на сегодня у меня все с вами был айфи дистрикт и до встречи в следующих видео